Добрый день, Полтава! Сегодня чашку кофе пьем. Дмитрий Чекуров, мой фейсбук-друг. Почему я хотел сегодня с ним встретиться? Поговорить о таких вещах, о таком явлении в нашем обществе, как волонтерство. Дим, кто же такие все-таки волонтеры? Как вы определяете это? Волонтер? Наверное, волонтер это состояние души. Я работал в социальной сфере, но я продолжаю работать уже практически 10 лет. Это маленький экскурс сделал буквально лет 5-7 тому назад. Для меня волонтер это, ну, культурно сказать, это был лох. Вот так. Это был голимый лох, который вы использовали. Так получилось, что с начала наших военных действий на Донбассе моя точка зрения поменялась. Я сам стал волонтером, и это было состояние души. Я это делал не для кого-то, я прежде всего делал это для себя. Для себя, то есть для того, чтобы быть сопричастным к чему-то. Сопричастным к своей стране, сопричастным к своему государству, даже, наверное, скажу не государству, а именно Украине как державе. Пусть Кучма такой разноплановый человек, но он сказал очень великолепную фразу «Украина, не Россия». Вот поэтому волонтерство разное бывает. Волонтерство в социальной сфере, волонтеры, которые помогают собакам, которые помогают кошкам, волонтеры, которые облагораживают свой город, волонтеры, которые помогают строить свою страну. И все это называется одним интересным словом «волонтер». Волонтер – это в переводе с английского – это доброволец. Тот, кто делает что-то добровольно. И, к большому сожалению, очень часто у нас сейчас подменяется понятие «волонтер» и финансовая составляющая. Опять же, исторические вещи. Когда-то давно, по-моему, это было лет 9 тому назад, был я на одной конференции, там была довольно-таки тема подобалась. Для меня тогда непонятно, активизм или профессионализм. Я тогда считал активисты, это все. Проходит время, что все-таки активизм – это краткосрочные планы какие-то. На активизме далеко не уедешь. Дальше начинается профессионализм. Вот такие вот вещи. Вы профессионал или все-таки активизмом занимаетесь? Я, наверное, занимаюсь. Я активист. Я активист – это все состояние души. Вы затронули финансовую сторону вопроса. Все-таки, я помню, два года тому назад, когда начиналась война, я волонтерствовал, и мне многие говорили, оставляй себе 10-20% на какое-то развитие свое. Я, честно говоря, до конца не мог понять, как это. Я по сей день не понимаю. С чего же сам волонтер, с чего он может существовать? Действительно ли надо из тех средств, которые удается собрать, что-то оставлять, на свое существование или как-то? Я так думаю, здесь основное – это честность. Прежде всего быть честным. Есть волонтеры, которые занимаются своими делами, у людей, у которых есть свой бизнес, и при этом часть своего времени, часть своих денег, часть своей энергии они отдают на волонтерство. Есть люди, которые помешаны на волонтерство. Это их жизнь, это хобби превратилось частью их жизни. Они по-другому себя не мыслят. Создаются общественные организации, какие-то фонды. В таком случае, я считаю, ну это моя точка зрения, я не думаю, что она поменяется. Тут необходимо просто говорить честно. То есть мы работаем, или я в частности, например, я работаю, я помогаю тем-то, тем-то, но при этом все, я себя позиционирую. Я не как волонтер, я как представитель чего-то. Пусть это будет представитель третьего сектора, представитель какой-то бизнес-структуры, но часть денег я оставляю себе на существовании. Это нормально. Я знаю такие серьезные организации, которые занимаются поиском финансирования. Это так называемая фандрайзинговая компания. Чуть позже на этом остановлюсь. То есть они позиционировали себя. Мы помогаем людям. Они умудрялись помогать вообще неизвестно кому на ровном месте. Правильно донести информацию. То есть точки соприкосновения есть везде. Но существовали отчеты и в уставе, в статуте организации это прописано. 10-20% оставляется на администрирование. То есть организация существует за счет этого. То есть в таком случае говорится, просто говорится правду. Потому что немножко беременна быть нельзя. Ну я о чем бы спрашиваю. Или так, или так. Это вот моя точка зрения. По большому счету это тот же самый фандрайзинг. Фандрайзинг, значение этого слова, это привлечение средств. Есть такой фандрайзер очень сильный. Кстати, сейчас он живет в Донецке. У нас остается фандрайзером. У него благотворительный фонд доброта. Яков Рогалин. Он не участвует в военных действиях. Он помогает людям, которые пострадали от нашей войны. Во всяком случае, с той стороны, насколько я знаю, он помогает и за пределами Донецка. Они помогают детям, помогают людям, которые, по-моему, онко... Ну, связаны с какими-то заболеваниями. От него я услышал великолепнейшую фразу, и я ей пользуюсь. Не фандрайзинг, а френдрайзинг. Не помощь денег, а помощь друзей. Привлечение друзей. Если будут друзья, деньги найдутся. Деньги ради денег, ну, это бред. Деньги, ну, всегда они являлись только инструментом. Это не цель. Да как вы думаете, сейчас много волонтеров, которые все-таки у них доминирует финансовая составляющая в свою сторону? Думаю, не очень много таких осталось. То есть, первично... Они отмирают быстрее всего, да? Да, они очень быстро сгорают. Стоп, именно у которых финансовая часть? Которые, как бы, под видом волонтерства все-таки работают на себя. В основном все тайно становится явным. И никуда от этого не деться. Раз, второй, третий проколы будут обязательно. Ну, нельзя просчитать все ситуации абсолютно. А как вы видите, вот сейчас, ну, от последних два года, да, общество продолжает помогать в том же объеме, в котором было два года тому назад, год тому назад? Однозначно нет. Я тоже вижу, что все хуже и хуже. Я вспоминаю ситуацию, когда в Полтаве была очень сильная волна волонтерства. Сейчас, потом немножко анализировал. Это был страх. У многих это было не состояние украинизации, патриотизма. Это больше был страх, потому что, если придет война к нам в дом, что же случится? И люди, многие, делали это из-за страха. Военные действия немножко капсулировались. Страх ушел чуть подальше. Война стала где-то далеко. И все само собой разумеющееся, все вернулось на круги своя. Вы волонтерство в сторону фронта как-то участвовали в этом движении? Да, да. Я участвовал в организации акций. Я являлся... На тот момент я понял, что самостоятельно мне будет тяжело что-то делать. Поэтому я обратился в самую серьезную волонтерскую организацию в Полтавской области. Это Полтавский батальон и обедушек. Я на тот момент занял какую-то нишу. И я принимал непосредственно активное участие. С моей помощью была организована не одна акция. На одной, наверное, остановлюсь подробнее. Мне так подумалось. Как раз были выборы, уже не помню кого. Я прикинул колоссальное количество людей, которые можно одновременно охватить. Я выступил с такой идеей Полтавского батальона на обедушек. То есть мою идею поддержали. И мы провели совместную акцию по городу Полтавя. Одновременно, по-моему, больше 30 избирательных участков. Рядом с ними стояли волонтеры со скрыньками. И собирали деньги для поддержки наших воинов, которые защищали нашу родину. До сентября 2014 года, по-моему. По-моему, да. Я точно по времени не помню, когда это было. В итоге мы чуть больше, чем за полдня, мы собрали 30 с чем-то тысяч гривен. Участвовало около 40 человек. Финансовой поддержки никакой не было. Скрыньки у нас были. Было пару таких цивильных скрыньок. А в основном это были обычные ящики, обклеенные белой бумагой. Пропечатанные. И эксцессов никаких не было. Это было все отлично. Вот это одна из акций, которых непосредственно... Это была моя идея, которую мы вместе сделали. В чем еще я участвовал? Помогал собирать средства. Тоже с ребятами. Несколько раз ездил в зону боевых действий. Я не ездил непосредственно на нулевку. На нулевку есть ребята, которые ездят. Просто так поехать, опять скажу грубо, но посверкать морду ради того, чтобы сделать красивые фотографии, смысла просто не видел. Я ездил к ребятам, в основном в Днепр один. Еще там ездил по другим местам. Ну, такие не очень сильно значимые. Значимые, возможно, для меня на тот момент. Много занимался продвижением пиара. То есть, потому что без пиара, если что бы мы ни делали, если про это знает 2-3 человека, но это мало, это узко. Все-таки добрые дела, добрые какие-то поступки, нужные вещи. Их необходимо освещать. Тут это получается прямая мотивация, косвенная мотивация. Ну, знаю, что это так. Без бахвальства скажу, что ни один человек благодаря мне прикнул к волонтерскому движению. В чем я еще участвовал? Участвовал в проведении детского православного лагеря в прошлом году, в прошлом летом это происходило. Сумели сделать даже не одну смену, сумели сделать две смены. В чем уникальность этого была лагеря? Там были собраны дети, дети наших полтовчан, дети из других областей. Там сумели найти средства, то, что дети участников АТО отдохнули в лагере абсолютно бесплатно. Были дети наших погибших ребят, были дети переселенцев. То есть, вот такой интересный симбиоз. Но при этом всем они оставались детьми. В чем еще, как мне кажется, была великолепная вещь в этом лагере? Удалось совместить сразу три хороших вещи. Это была, как это сказать, духовная часть. Часть духовности, без нее никуда. Часть образовательный компонент. Это было очень проведено много мастер-классов. В этом принимали участие волонтеры полтавского батальона на Байдужах. И был развлекательный компонент. И вот эти три составляющие мы сумели тогда... Это была команда. Это команда при поддержке, при руководстве полтавского батальона на Байдужах. И вот эта команда сумела сделать так, что дети к этому великолепно отнеслись. И сейчас мне уже опять звонят, пишут, спрашивают, будет лагерь или не будет. Для детей как-то это было дико. Просто так. И духовная составляющая, и развлекательная. За забором был другой лагерь, который обычный. Лагерь довольно-таки недешевый. Дети заглядывали через забор и говорили, что это у вас такое творится. И мы такого захотели. Вот такие, я считаю, сильные вещи. Будет ли лагерь в этом году? Лагерь будет в этом году. То есть, я не принимаю активное в нем участие в организации. Сейчас занимаются другие люди. Но по мере возможности тоже буду помогать. Сейчас вы не в батальоне не пойдете? Ну, ситуативно, когда надо, помогаете? Ситуативно, да. Так, иногда по мелочам что-то я подхожу. Ну, так, более серьезно. Я уже немножко отошел от волонтерских дел. Моя точка зрения. Первая стадия прошла, когда у нас были добровольческие батальоны. Когда наша армия не существовала вообще. Основная наша армия, это были наши добровольческие батальоны. И какое-то подобие, пусть простят меня ребята, которые начинали в этом, но это моя точка зрения, подобие наших военных, наших войск. На момент, когда началась оккупация Крыма, в Украине было, ну, примерно 6 тысяч штыков, которых могли поднять и могли что-то воевать. Это катастрофически мало, учитывая то, что в Севастополе одна оккупировка российских войск насчитывала 10 тысяч. То есть смысла никакого не было. Военные действия, ну, это очень долгая история, про это можно говорить часами. То есть тогда я принимал непосредственное участие. Сейчас моя точка зрения, что этим необходимо, чтобы занималось наше государство. Какие-то небольшие точечные удары, да, те же самые тепловизоры, возможно, приборы ночного видения. Возможно. Какая-то мелочевка тоже, возможно, но уже не в таком объеме. Но, опять же, наши ребята, то есть должны использовать те ресурсы, которые существуют. Те же самые письма к руководству, писать письма требуются для обеспечения такой-то бригады, такого-то батальона. То есть по-другому это не получится. Государство содержит армию. Вспомнил такую хорошую вещь, разговаривал недавно с одним, ну, с известным нашим волонтером. Пусть он себя не очень сильно афиширует, но очень мощный человек. Он говорит, Дима, наше государство за 20 чем-то лет независимости сумело сделать одну хорошую вещь. Обеспечило огромное количество людей работой. Это непосредственно наши военные, наши ребята, которые там воюют. То есть, ну, в Украине, ну, потихонечку мы идем, 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 идем к какому-то дну, от которого необходимо все-таки будут оттолкнуться. Мы еще идем к дну? Мы еще, мы еще идем к дну, мы еще не дошли до дна. Это плохо или хорошо? Все в этом мире относительно. Понятно. Чем вы сейчас занимаетесь? Сейчас основная моя деятельность, это я работаю в наркодиспансере, я работаю в реабилитационном центре, я работаю с алко-снаркозависимостями. Непосредственно с людьми, с которыми, с уязвимыми слоями населения. Так получилось в моей жизни, что я многие проблемы так называемых социально уязвимых слоев населения знаю не понаслышке. Я работал с алко-снаркозависимыми, с наркозависимыми, с бездомными, с переселенцами, с людьми, которые находятся в местах лишения свободы, с людьми, которые освободились из мест лишения свободы. С людьми, которые столкнулись с такой проблемой, как ВИЧ-инфекция, с людьми, которые столкнулись с такой проблемой, как гепатит. Вот это основная моя категория людей, с которыми я работал. Это один момент, это больше для души, это государственная структура, много денег я там не вырабатываю. Сейчас подхожу, есть у меня один товарищ, есть несколько сторонников, подходим к созданию интернет-ресурса. Я так думаю, для начала это будет полтавский интернет-ресурс, это будет информационно-новостной. То есть реально понимаю, что за новостями сразу без финансирования особо не успеем. Но информационный компонент, то, чего так не хватает в Полтаве, я думаю, это необходимо. Потому что у нас есть не один сайт, что-то в каждом из них есть что-то хорошее, что-то, может, мне не очень нравится. Есть у нас Facebook-сообщество, это отдельная структура. Но при этом всем, опять же, вспоминая начало Майдана, тогда Майдан сумел сплотить, объединить очень многих людей. Прошло какое-то время, и люди все разбежались. Такового единства нет. То есть получается лебедь раком щука. Есть у меня такая идея, в принципе, это реально, все это возможно. Опять начать как-то объединять людей. Пусть это будет мой, даже, наверное, неправильно, это не мой, и тот интернет-ресурс, который мы со своими товарищами, с моими товарищами хотим сделать, мы хотим предоставлять площадку именно для полтавчан. В Полтаве есть много чего хорошего, то, что мы не замечаем. В Полтаве есть много проблем, которые необходимо решать. Ну, простейший пример. Есть у нас ребята, которые занимаются велосипедным спортом. Это Ялына, это сейчас Оксана Дыркач начала это поддерживать. Это действительно проблема. Велосипедистов, может быть, в Полтаве было больше, если бы у нас были дорожки. При этом все. Они, этой проблемой занимаются только велосипедисты. Почему бы не привлечь остальных людей? У нас в Полтаве сейчас, я знаю точно, по-моему, три основных, это три приюта для бездомных животных. Все они разрозненные, каждый сам по себе. Ребята публикуют очень сильные статьи, публикуют фотографии, они помогают, они вытягивают из себя последние жила, последние силы, люди им помогают, все-таки приносят какую-то помощь. Ну, опять же, это какая-то узкая категория людей, про которых особо другие люди не знают. Но еще такой момент, все-таки, я думаю, пора выходить как-то, может, некрасиво это будет звучать, втягивать интернет-пространство наших полтавчан, которые еще, ну, не обелечены. Полтава город пенсионеров, Полтава город многих людей, которым интернет особо сильно не нужен. Ну, таких подтягивать. Потому что фейсбук-сообщество активными членами, которого мы с тобой, Саш, являемся, это что-то одно, а выйдешь, начинаешь общаться с людьми, а они многого не знают. Есть ли топовые блогеры для фейсбук-сообщества? Да, это значимо. Спросишь у соседей, кто это такой? Ну, это неправильно. Я считаю, что это неправильно. И только пытаясь объединиться, даже не пытаясь, просто объединяясь, возможно, сделать намного больше. Тот же самый наш дендропарк, который потихонечку продвигается. Продвигается. Из этого можно сделать такую уникальную, красивую вещь. Возможно, еще в Полтаве есть экскурсия. У нас есть экскурсия запланированная. Наш Орел, Краеведческий музей, Белая беседка, Свято-Успенский собор, поле Полтавской битвы. Но в Полтаве еще очень много красоты. В Полтаве очень много интересных вещей. В Полтаве есть интересные знания. В Полтаве есть куча интересных организаций, которые по-своему уникальны, которые могут рассказать, показать, привлечь себе людей. И при этом все. Даже это не сколько для представителей других городов. Точно так же и для полтавчан. Что я еще хочу за счет этого ресурса? Дать людям возможность оказывать помощь. Проявить себя в качестве доброго человека. Пусть это пафосно будет звучать. То есть реализовывать себя. То есть реализация людей, это то, чем у нас сейчас очень сильно хромает. Это вот так вот. Я немножко накидал свои мысли в сон. Нет, просто я вам скажу честно мое мнение. На сегодняшний момент мы не первый раз с вами разговариваем об интернет-ресурсе, о котором вы говорите. Я реально понимаю, что вы будете тратить силы. Очень сильно. Это занимает времени очень много. Не всегда это даже финансово как-то выражается. Но это требует определенных затрат. И финансовых в том числе. К сожалению. Будет ли тот результат, о котором вы говорите? Ведь тот пенсионер, который не вхож, например, в интернет, он и на сегодняшний момент как-то маловероятно, что он туда будет идти. На сегодняшний момент те, кто желали, те, кто имеют возможность, они практически там. Их очень мало. Вы правильно говорите. Даже вот я по Фейсбуку анализирую. Дай бог, чтобы 5% полтовчан там существовало вообще номинально. Вы просто... Я вижу огонь в глазах. Вы хотите, вы задачи какие-то перед собой ставите. Но будет ли результат от тех затрат, не всегда материальных, а чаще всего физических каких-то там, моральных, в этот интернет-ресурс? Может, есть смысл использовать тот ресурс, который, например, сегодня есть? Ну, абстрактно скажем, да? Есть Демидович, номинально он есть. Сегодня он вас угощает кофе, да? Сегодня вечером это все будет в интернете. И реально для вас затратная часть такая? Ну, приехали ко мне, встретились, правильно? Наша с вами задача донести мысль, которую вы излагаете, приносим в общество. И эту мысль увидят те люди, которые уже номинально существуют, да, в интернет-пространстве. Будет ли больше их... Правильно, пожелание ваше я слышу, что привлекать людей, все там понятно. Но привлекутся ли они? Ведь, я еще раз повторяю, большинство населения Полтавы, оно не вхоже, и очень малая вероятность того, что будут входить в интернет. Пусть это будет не сразу, но все это реально делается. По поводу того, что есть кофе с Демидовичем, это круто. Простейший момент, рассказываю. На ютуб-канале выставляется кофе с Демидовичем. При этом все. Я на своей странице в фейсбуке, я выставляю это кофе с Демидовичем. У меня есть мои друзья, товарищи, сторонники, единомышленники, которые даже смогут выставить вот это кофе с Демидовичем и со мной вместе, так как два значимых человека все-таки уже смогут выставить. Ну, я намного скромнее. Да, ну, не будем прибедняться. Смогут выставить это на своей странице. Есть следующий момент. Если я просто попрошу несколько своих человек, это смогут выставить еще большее количество человек. Если будет интернет-ресурс, это то же самое. Наше интервью можно выставлять на том же интернет-ресурсе. Цели у нас одни. Задачи могут немножко отличаться. Мы можем по-разному идти, но в целом наши цели абсолютно совпадают. Мы хотим жить в хорошей стране, как мы это понимаем. Мы хотим жить в нормальном городе. В таком случае я могу сказать точно про себя. Я хочу жить в городе, в котором я хочу гордиться. Я хочу жить в городе, в котором безопасно ходить по ночам. Я хочу жить в городе, в котором активисты, не каждый сам по себе, а умеет объединяться и делать что-то совместно. Это все реально. Я разговаривал уже не с одним человеком. Те идеи, которые я вносил, люди согласны понимать в этом участие. Тот же самый интернет-ресурс, как я это вижу. Часть, да, часть ответственности будут на ней. Часть ответственности можно делегировать. То есть, как я это вижу, делегирование полномочий, если это будет площадка. Больше, чем уверен. Есть Александр Демидович, который выставляет на своем канале кофе с Демидовичем. Есть еще пара интересных проектов. У того же Александра Демидовича есть несколько проектов или мысли, которые немножко не в формат. Туда не подходят. Почему бы его не выставить на том портале? Просто, насколько я знаю, поймаете, ну скажем прямо, я существую вообще на соцсетях, была мысль создания своего сайта, все, но я увидел финансовую затратную часть такую, что для меня она неподъемная. И я принял решение, я не хочу. Ну ладно, это такое. Это ваша мечта. Я надеюсь, что она осуществится. Я сейчас немножко вернусь назад. А вот вы занимаетесь алкозависимыми, наркозависимыми. Как вы видите, вот в последнее время какие тенденции? Увеличивается это количество зависимых людей, уменьшается, на месте стоит это количество. Ну, потихонечку, потихонечку начинает подниматься проблема с нашим так называемым потом. Вот первые ласточки уже пошли. В Полтаве есть такой учебный центр, тайно я никому не буду эти раскрывать, вернее, это не тайно. Учебный центр есть такой красивый матюк аватар. Аватаров там хватает. в этом учебном центре. То есть в последнее время ребята хоть начали более-менее серьезнее чуть обучать, а до этого они очень много времени на украинской мове бы эдуковал. Привозили людей с алкогольными проблемами. Возьмем наш любимый город. Проблемы алкоголя есть очень много. То, что не все хотят в этом признаваться, это да. Многие проблемы решаются на кухнях, где-то что-то как-то переговорил. В реабилитационный центр, в наркодиспансере обращаются, когда уже проблема какая-то уже стала остро серьезной. И анонимность и конфиденциальность, ну, попадают разные люди. Разные люди абсолютно с разных слоев населения. И не последние люди города Полтава. Прямо или косвенно с этим связаны. Или сами, или родственники. Эта проблема существует. То, что у нас алкоголь это легализированный наркотик, так оно и есть. То, что в нашем государстве, то есть принято, вот если праздник, это обязательно выпивка. Делали ребятам в репцентре на Пасху, сделали им такой пикничок, пожарили сосиски, там салаты поделали, просто на костре это сделали. Я наблюдал за ребятами, это 15 человек сидел, они друг друга смотрели, они не понимали, как это можно. Оказалось, это возможно абсолютно в трезвом виде провести праздник. И вечером, подведя итоги дня, то есть мы смотрели, у людей в глазах светилась радушие, радость, доброта. Они говорили, да, это было очень круто. Это вот, если касаемо реабилитационного цены. То, что сейчас у нас идет алкализация нашей страны, оно пойдет, это связано с нашим АТО. Изначально в АТО пошли ребята, которые, часть из них, которые именно вышли из Майдана, опять же говорю, это моя точка зрения, вышли из Майдана, которые хотели изменить страну. Часть людей, уже может, чуть позже туда пошли, которые оказались невостребованы, оказались никому не нужны. это способ реализации самостоятельно, самостоятельной реализации, возвращаясь оттуда, проблема не решена. Уход от проблемы, это не решение проблем. Они вернулись, проблемы были, только их стало еще намного больше. И следующий момент, и при этом все, это вот такой сумбур, это все пересекается, все оно накладывается одно на второе, у меня есть такая фраза «Голова Думсовета». Куча проблем, вот такая вещь и получается. И вот эти проблемы необходимо все-таки расчленять. И сейчас с нашими призывами в армию в основном кто идет? В основном очень много людей, которые не сумели откупиться. Я не беру первую волну, я беру волны дальше. На первой волне ребята шли самостоятельно, дальше просто призываю. По селам, у некоторых, ну, половина сел ребята отслужили. В городе Полтаве, ну, будем честными, очень многие сумели откупиться, или технично как-то пропитлять. Или поехали служить, там, Полтава, Чугуев, Изюм. И многие получили статус участника, которые даже к этому не подъезжали. А многие ребята туда пошли служить, у которых уже были проблемы с алкоголем. Они пошли, проблем еще стало больше, потом проблемы с этими же, с новыми проблемами люди возвращаются обратно. А здесь они не востребованы, никому не нужны. Опять же, наших атошников необходимо разделять. Есть те люди, которые участвовали в боевых действиях, есть те, которые были в плену, есть те, которые никогда не видели врага в лицо, но не попадали под устрелы. Есть люди, которые потеряли близких своих товарищей, есть люди, которые служили где-то на границе, на блокпостах. Кто-то там занимался непосредственно пьянством, кто-то занимался перевозком, чего-то. Эти все проблемы вылазят. Но вы ничего же не придумали. Тот же самый в Америке это был Вьетнам, тот же самый Афганистан. Вот сейчас вот у нас начинается потихонечку мы начинаем в алкогольной сфере мы начинаем потихонечку выплевывать проблемы о том. И они сейчас полезут. Буквально вчера или позавчера так называемая официальная статистика уже пять человек покончила жизнь с самоубийством после возвращения из УТО. Это только в одном интернет-ресурсе где-то я посмотрел, человек себя взял и взорвал. То есть реализации никакой нет. Непосредственно в Полтаве у нас есть несколько организаций, которые занимаются то есть то есть сами ребята атошники создали свои организации открыт чудеснейший великолепный реабилитационный центр социально социальный центр помощь участникам буквально на днях это идейным вдохновителем я знаю это был Саша Алиев он этим горел и Саша это Часто назад я его видел кстати. Я просто знаю что это будет развиваться опять же как я это вижу то есть к этим проблемам необходимо привлекать тех же самых атошников которые себя позиционируют немножко подальше не все ребята которые прошли авто даже те которые получили медали они будут их обивать для них это боль для кого-то это что-то непонятное для многих это проблема они вернулись домой со своими проблемами но это решаемая проблема алкоголизм у ребят которые приходят в принципе да тут необходима работа с психологом а необходимо как я вижу первое донести людям информацию хотя бы донести информацию куда они могут обратиться информация и мотивация куда они могут обратиться говорите обозначайте это Спасская 10 непосредственно это вот точное название могу ошибиться реабилитационный центр на Спасская 10 да помощь участникам это тоже один из проектов Крутавского батальона на Бельмаш это сильно это востребовано это перспективно там ребята с горящими глазами там сами атошники и там уже начали привлекать психологов и остальных специалистов подключаются люди которые помогли полтавчане которые помогли восстановить полуразрушенные внутренности здания привели в порядок это да но это часть это часть айсберга которая Дим а вот вы говорите аватары все это понятно а проблема наркозависимости проскальзывает у атошников есть такое да есть такая есть тоже проблема а какие наркотики они чаще всего поживают вживают больше синтетические это уколы или что-то есть уколы есть отаблетированные тоже проблемы и они с этим оттуда уже приезжают да а где там оно берется ну водка еще понимаю а с этим ну я просто никогда ну наркотики меня не интересовали Луганская область это была хорошая вещь довольно купить для наркотрафика часть опять же за что купил за то продаю те же самые возможно из каких-то аптечек еще что-нибудь вот такие вот вещи есть опиумных наркозависимых там не сильно много насколько я знаю а синтетических наркозависимых довольно-таки хватает больше наркозависимых чем аваторов не-не-не алкозависимых больше наркозависимых может немножко поменьше но существует есть полинаркомании это и алкоголизм и наркомания это одновременно то есть это есть это будет и от этого никуда мы не денемся и с этим необходимо будет Честно говоря, я про наркоманию, вы мне открываете тайну. Я, ну, может, мало с этим сталкиваюсь, но удивлен. Про ваторов слышал, видел, но вот такое, это плохо. Какая проблема действительно существует? Ну, наркомания всегда, это считается что-то грязное, это что-то такое, про что не надо говорить. И про это тихонечко обращаются в проблемные учреждения, вот такие моменты. Но это более сложная форма, все-таки, зависимости? Возможно, на первых, на физиологическом этапе, может, немножко посложнее. Дальше смысл один, что алкоголизм, что наркомания, это болезнь, это химическая зависимость, это просто болезнь. И это основные проблемы, это все-таки психологического плана. Химическая зависимость поражает все четыре сферы человека. Это что биологическую, что психологическую, что социальную, что духовную. У нас очень часто, ну, так принято в нашем обществе на сегодняшний момент, вышли из запоя или кого-то прокапали, биологию сняли, то есть проблема или состояния абсиненции, или кумаров, или вывели из запоя. Все нормально, и опять попытка возвращаться к обычной жизни. Но не получается. Вытянули у человека изнутри алкоголя или наркотики, вот взяли вот такой огромный кусок, взяли и вытянули. Что остается? Пустота. Пустота. Эту пустоту надо чем-то заполнять. Вот желательно эту пустоту заполнять. А социальные проблемы остаются и... Да. И уход от проблемы это не решение проблем. Получается так, намного проще, намного легче вернуться опять в то же самое дерьмо. Человек знает, что это дерьмо, но оно ж родное, знакомое. А поступать как-то по-другому, жить как-то по-другому, да, это за углом. А то, что за углом, это всегда страшно. А вдруг там какой-то бабайка страшный. А вот, вот тут у меня есть алкоголь, да, это дерьмо, но я же знаю, что, зачем будет. Хорошо, но как же решать тогда эти социальные проблемы? Давайте так, вот на данный момент условия жизни мы все понимаем, да, одинаковые. То газ дорожает, то еще что-нибудь. Все это понятно, но люди-то страдают этой зависимостью. Пустоту эту создали. Но государство аж не занимается заполнением этой пустоты. Становится проблема. Все равно оно как бы остается. Количество людей зависимых увеличивается. С пустотой они выходят. Вы им помогаете выйти из этого пике. Они опять возвращаются. Что делать? Тут несколько моментов. Есть прямые, есть косвенные. Есть непосредственная помощь. То, что те реабилитационные центры, которые работали, то есть, как я это вижу, необходимо финансирование. Какое-то дополнительное финансирование, чтобы они развивались. Это первый момент. Второй момент, то, что я вижу, это необходимо информирование населения. Куда, как, чего обращаться за помощью. Какие проблемы существуют. Опять же, есть такая интересная еще проблема, может, нам для всех это известно. Есть люди зависимые, есть люди созависимые. Это те, которые живут рядом с зависимыми людьми. На самом деле, они больные. И больные они не меньше, чем зависимый человек. Зависимый человек не живет своей жизнью. Он живет жизнью своей зависимости. Алкоголь, наркотики, это конопля, таблетки. Вот, у него есть проблема и все. Созависимый человек, он не живет своей жизнью. Он пытается жить жизнью зависимого человека. А зависимый человек живет своими проблемами. И таких людей у нас довольно-таки хватает. Это комплекс. К этому необходимо подходить комплекс на вопрос. То же самое информирование. Менять, пусть потихонечку. То есть, постепенно стараться изменять отношение к проблемам. Те же самые праздники. Опять же, выставлял недавно фотографию. То есть, я ее уже второй год выставляю. Это 9 мая. И я помню, и буду трезвым. Что-то подобное. Вот такие же вещи. Я привожу своим ребятам, которые проходят на реабилитацию. Он говорит, как решать проблемы в трезвом виде. Он говорит, вспомни, когда тебе было 5-7 лет. Ты умудрялся решать проблемы в трезвом виде? Да, но тоже маленькие проблемы. Говорю, тебе не купили мороженое. Или тебя куда-то не вывели. Для тебя это была серьезная проблема. Немножко задумался. Говорит, да. Получалось решать в трезвом виде? Получалось. В чем проблема? Решать это все можно. По-другому подходить. То есть, еще раз говорю. Те же самые реабилитационные центры различной направленности. Для кого-то это реабилитационные центры 12-шаговая программа. Государственная структура. Для кого-то это вера в Бога. Если это подходит, пожалуйста. Для кого-то это какая-то высшая сила. А что государство сейчас? Вот оно помогает как-то? Вот как вы видите, лучше увеличивается как-то финансирование? Какая-то помощь? Я не знаю, какая еще может быть. Финансирование я не скажу, что очень сильно как-то поддерживают. Немножко поддерживают штаны. Если в государстве. Тот же самый наркодиспансер. Это зарплаты наших медработников. Про зарплаты медработников я говорить не буду. Тот же самый социальный компонент. Он вводится. Может не в таком объеме, как это необходимо. Те же самые условия пребывания тоже это оставляет желать лучшего. То есть не в том моменте. Что еще можно делать? Мы можем не брать глобально всю Украину. Всю Украину мы не можем изменить. Опять же возвращаясь к тем идеям, которые я предлагал. То есть объединившись, можно решать намного больше проблем. Опять же пример. Есть у нас любители бега. Есть у нас велосипедисты. Есть у нас, как пример, Монтессори-центр. В котором есть великолепнейший черный интерьер. И тоже эта красота. Это тоже можно... Это ребята, вот я которых перечислил. Это ребята, которые хотят менять этот город. Кроме этого, существуют еще активисты в различных сферах. Тот же самый наш кадетский корпус. Те, которые ребята занимаются. Эко Полтала. Еще различные организации. Пусть это небольшие организации. Их в своей узкой среде не знают. А выйти немножко за рамки. Выйти на площадь уже всей Полтавы. А мало кто про это слышит. Какие-то точечные удары. То есть необходима все-таки система. То есть идти открытым фронтом. Просто объединившись и решать какие-то совместные проблемы. Вы думаете, получится объединиться? До конца не знаю. Но с другой стороны ничего не делать, ничего не будет. Ну, надо пробовать. Я просто вам скажу честно. Ну, видите, вы немножко более узко живете в своей сфере. А я, ну, в силу своей профессии, или не знаю, намного шире. Ну, например, прихожу в районную раду Полтавы. Да, вот на сегодняшний день там проблема. Я вижу среди депутатов необъединение. Причем это люди, избранные народом. Они не объединяются. Они грызутся между собой. Каждый тянет одеяло. Пытается сесть в кресло, которое не успел занять в свое время. Вместо того, чтобы объединиться ради какой-то цели благосостояния избирателей и т.д. и т.п. Они занимаются решением каких-то своих меркантильных вопросов. Начинается. Их не видно, эти меркантильные вопросы. Но они этим занимаются. Они перетягивания каната туда-сюда. Я на них смотрю, я все время не могу понять. В частности, есть даже некоторые политические движения, которые меня ставят в тупик. Например, ставится какой-то вопрос. Сейчас надо проголосовать. Они не голосуют, либо просто разворачиваются, уходят. Вместо того, чтобы решить положительный вопрос, они отказываются вообще его решать. То есть я вижу, я к чему веду? Я вижу разобщенность. Необъединенность. И это люди не последние в обществе. Это люди, которые прошли процесс избирательных кампаний. Которые пришли к тому или иному положению в процессе того, что люди доверили им. Выбрали их. А вы говорите сейчас просто о том, чтобы объединиться. Я отлично вижу и довольно часто практически каждый день сталкиваюсь с тем, что люди не хотят объединяться. Ситуативно. Вроде бы объединились вокруг какого-то вопроса, к сожалению. И тут же на следующий день они разбегаются. Как я это вижу, это вопросы целей, вопросы переговоров. Это прежде всего. Есть еще один момент. Услышал такую фразу. Выбирал их кто? Народ. Народ это кто? Народ это мы. Мы их сами выбирали. Мы выбирали. Я сам непосредственно участвовал в ни одной избирательной кампании. То есть я был в качестве наблюдателя, я был членом избирательной комиссии. То есть большинство людей никто не знает. Очень мало людей. Тут люди, которые на слуху, которых мы знаем. Если, как я вижу, как одно из решений, возможно, каких-то проблем. Пусть это будет локальная наша громада. Это локальная громада города Полтава. Если мы будем знать наших людей, кого мы выбираем. Не просто неизвестно кого. Опять же, за счет какого-то объединения. Пусть это даст плоды, но не сразу может дать. Пусть это несколько лет. Пусть это не в эту каденцию наших депутатов. Но постепенно, постепенно к этому идти. Если мы сможем выбирать тех людей, которые мы доверяем. Которые же сотрудничают между собой. Которые понимают, что да, иногда свои какие-то моменты, но может оставим чуть на потом, есть более глобальные цели. Возьмем наш кадетский корпус. Это же красота. Это великолепная вещь. На сегодняшний момент необходимо 20 миллионов гривен, только для того, чтобы его законсервировать. Здание разрушается. Я буквально месяца полтора-два там у нас. Это впервые только в него зашел. Ну, сердце кровью отбивалось. Великолепнейшее здание. Так что нам делать с депутатами? С депутатами. Ну, опять же, если уйти немножко в историю. Наша страна во время Майдана, у нее было два ситуативных момента, два момента развития событий. Первый момент. Расстрелять всю предыдущую власть. Ну, это так, саркастически изменить. Расстрелять и начинать по-новому строить. Ну, по принципу французской революции. Если революция пожирает своих героев, вот тогда что-то, какие-то категорические моменты изменения, можно было что-то намного более кардинально менять. Как я сейчас вижу, то, что у нас получилось. Эйфория прошла. Слово патриотизм, к большому сожалению, уже становится чуть ли не любательным. И можно не сильно хорошо говорить, что являешься патриотом. Потому что происходит подмена понятий. И то, что сейчас у нас происходит в нашей стране, это растянется не на год, не на два, не на пять. Это растянется на десятилетия. И не на одно. То есть мы пошли по длинному пути. Возьмем то же самое Грузию. Грузия буквально близко к цифрам. За два года, по-моему, успели перестроить свою полицию. Была самая коррумпированная полиция на территории Советского Союза. Вернее, тогда это была милиция. Сделали полицию. У них не берут взяток. Ребята, они дорожат своей работой, они зарабатывают хорошо. То, что сейчас у нас наша полиция, это... Ребят очень быстро научили. Они ошибаются на многих местах. Но при этом все, какие-то изменения пошли. Народ стал доверять полиции. Я знаю ситуацию, когда наши полицейские оказывали помощь. Мой родственник потерял паспорт, неизвестно где, пока начали его искать. Приехали домой, вдруг дома забыли. В дверях записка. Уважаемый такой-то, такой-то, обратитесь, пожалуйста, туда-то, туда-то. Ваш паспорт у нас. Ваша новая полиция. Это было приятно, это нормально. Произошло как? Человек потерял паспорт, его увидел велосипедист, принес к полицейским. Полицейские не поленились съездить домой, так как дома не было хозяева паспорта. Написали просто, это нормально, это хорошо. Я хочу доверять своей, да, своей полиции. И вот такие, пусть это будет потихоньку. Див, вы ушли от вопроса по поводу депутатов. По поводу депутатов. Расстрелять у нас их не получилось. Всех, кого не попали. Значит, второй момент. То есть сейчас пытаться, опять же, это я какие-то высокопарные слова говорю, изменять вот эту как-то структуру. Возможно, это не в эту коденцию получится. Но на будущее. Каждого депутата кто-то выбирал. Если я, как житель Октябрьского района. Кстати, очень великолепный вопрос. Я даже не помню, кто у меня был. Депутат именно по моему району. Да, спасибо большое. Потому что мне, я мыслю где-то глобально, кто у меня непосредственно должен заниматься своим работой, районом я даже не знаю. Вот такие моменты. Спасибо большое, кстати, за эту науку. Каждый район... Я объясню, к чему я веду. Мой старый проект, который периодически всплывает, как працюешь депутат. Я периодически прихожу к депутатам, к сожалению, не всегда хватает времени, и спрашиваю, как працюешь депутат, что ты сегодня делаешь. Я вот к чему веду. К тому, что ждать, когда пройдет время, когда там каденция, когда то-се. Я считаю, что уже сегодня надо приходить. У вас ошибка. Видите, вы не знаете даже депутата. Уже сегодня надо приходить и спрашивать. А что ты сделал? Кстати, я вот дал паузу после выборов. Городские, районные депутаты. Сейчас вроде бы все устаткувалось. Сильный украинский язык. Без него уже не можем. Все стало на свои места. И все равно я буду приходить к депутатам и спрашивать. Я периодически это делаю, спрашиваю их. Но пока в такой мелкой форме, мне интересно, что же они сделали за тот период выборов. Уже с полгода прошло. Есть люди, которые на слуху, на виду. В частности, вы сегодня вспоминали Оксану Дыркач. Мы отлично видим, что она делает. Вроде бы так по мелочам. Но вот. А это, оказывается, и не мелочь. Ведь все-таки дендропарк, это действительно серьезное мероприятие, которое требует внимания, затраты сил, ресурсов. И мы видим отлично, что происходит там. Это же хорошо. Но есть вещи, которые в какой-то момент все вместе навалились на уборку снега. А когда пришло лето, уже и забылось. Про уборку снега это был отдельный вообще разговор. Я просто помню тот момент, когда в этот день я приехал на работу на машине, а обратно надо было добираться уже пешком, потому что выбраться оттуда невозможно. И что творилось тогда в Полтаве. И я тогда словил таксиста и за 100 гривен от чего... Ну, сейчас следующая остановка за центром. Я доехал до Баженка за 100 гривен. И я был благодарен этому таксисту. Там тоже интересная была ситуация. От центра до Макдональдса мы ехали неизвестно как. Машину бросало во все столки. Проехали Макдональдс. Такое впечатление, что началось другое государство. Чисто убранная дорога. Я не знаю, какому Мшеду, Кеду или как оно называется, чему это принадлежит, но это сделаем. На следующий день то пару человек. Владик Ямщиков, Леша Сердюков. Это те ребята, которые взяли на себя ответственность по поводу координации действий по уборке снега. Наша власть подключилась потом. Как-то активизм оказался впереди. Потом все остальные. По поводу того, что идти спрашивать к депутату, да. И если прийти, один Саша Демидович придет и спросит, что-то сделает, выставит на своем интернет-ресурсе. Этого мало? 50-70 человек. Следующий момент. Если пришел, например, не Александр Демидович, пришел Дмитрий Чукуров, еще несколько человек пришли, конкретно спросили, поснимали. Пусть даже это будет, пусть снимает один человек. Страна должна знать своих героев, как с позитивной стороны, так и с негативной стороны. Мы выставили на одном ресурсе, и одновременно пусть это будут щупались. Выбросили к нам, там, там, там. Донесли информацию. Если этот человек что-то делает хорошее, позитивное для полка, это отлично. Если он ничего не делает, это плохо. И в наших силах. Пусть это будет нелегко, но в наших силах это что-то начинает менять. Пусть по мелочам. Хватает у нас депутатов, у нас в каждом районе, я знаю личных депутатов, которые начинают делать. Пусть у них это тяжело получается, но есть. Тот же самый Октябрьский, Киевский, тот же самый Севский, про Ленинский, может, сильно я не знаю. Есть ребята, у которых дела видны, у которых стоит поддерживать. Все оно взаимосвязано. Для того, чтобы, с одной стороны, смотреть немножко стратегически, что на следующих выборах можно менять. И сейчас точно так же мы можем начинать менять. Вернее, даже не можем, уже начинаем менять. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Даже вот эти интервью, по-любому они что-то изменили. Во всяком случае, сумеют донести те идеи, которые я вижу, как возможно это решать. И я не думаю, чтобы кто-то был против, задав глупый вопрос любому жителю города Полтавы. Ты хочешь жить в хорошем, красивом городе, которым хочешь гордиться, и все скажут да. То есть маленькие вот эти проблемки, выйти немножко за рамки. Я обожаю эту фразу, выходить за рамки. То есть прийти к общей цели. Да, иногда и дальше путем компромиссов, путем переговоров это все решаемо, это все возможно. То есть я в это верю, я знаю, что это все реально возможно. Кроме атошников, и у нас, это так еще, просто я забыл, что есть еще переселенцы, которые тоже особо никому не нужны. Тоже какая-то эйфория чуть прошла. Вот мой близкий очень товарищ, он является переселенцем. К моему большому сожалению, он выучил Полтаву намного лучше, чем я. Он уже проводит, приезжали мои знакомые из других городов, они там проводили тренинг, он им проводил экскурсию по Полтаве. Он сделал неформальную экскурсию. Это было красиво. А популяризация, это так, просто мысли в разную сторону. А популяризация нашей полтавской галушки. Это же круто, это бренд. Это бренд, который, во-первых, то, что вокруг чего можно объединиться. А борщ с помпушками. Это же круто. Вот эти наши, честь ребятам и хвилак, которые проводят святые галушки, ну это их можно выходить еще более помпезно делать. То же самое Ивано-Франковск, там еще на Западной Украине небольшие города, как делают фестивали, которые привлекают десятки тысяч людей. В нашей Полтаве это все реально, все можно сделать. Ну, это делать необходимо только объединившись. По-другому это не получится. И доносить те же самые разные области, это все реально, это все возможно. Это привлечение денег в год. Это тот же самый туризм. На одном туризме Полтава может много чего выкружить. Музей Полтавской битвы. Петр Первый плохой, хороший. Мазепа плохой, хороший. Но это часть нашей истории, от этого никуда не деться. Это прошлое, это было, это есть. От этого никуда не деться. Ее необходимо рассказывать, ее необходимо показывать. С какой стороны, это уже второй момент. Великолепных вещей в Полтаве очень много. Ну что, Полтава, вот так мы общаемся с Дмитрием, мечтателем и реалистом. Еще и циником. Еще и циником. Ну, хотя циничного я ничего не заметил. Я надеюсь, что наше сегодняшнее интервью посмотрят те люди, которым нужна его помощь. Которые уже слышат, что надо идти на Спасскую 10. Да, правильно я адрес говорю? Потому что это действительно проблема существует и она требует решения. Приходите. Спасибо, Дима. Я думаю, что мы не последний раз с вами видимся. Я надеюсь. То, что вы запланировали, даю слово при всех. Готов помогать всем, чем смогу. Все мои площадки будут вам предоставлены. Малейшее. Звоните, встречаемся, делаем. То, что вы задумали, это очень хорошо. И хотелось бы, чтобы оно притворило жизнь. Спасибо, что вы есть. Спасибо, что вы делаете эту работу. Есть такая фраза. Если не я, то кто? То же самое и я свою работу также делаю. Если не я, то кто? Если не я, то кто может показать Диму сегодня? Все. Удачи, здоровья всем. Все. И буквально две минутки. Всем огромное спасибо. Полтава. Спасибо. Пожалуйста, обращайтесь. В основном пока на фейсбуке Дмитрий Чекуров. Подписывайтесь, обращайтесь в друзья. У кого есть какие-то идеи, буду рад их помочь реализовать. И помните, только вместе, только объединившись, мы можем менять непосредственно нашу страну. И мы можем менять наш город Полтава. И уверенно говорить, Полтава – это город, в котором хочется жить. Спасибо. Да, давайте сделаем бренд. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова